Дубосарская теннисистка Александра Кирьякова следующей весной поедет на чемпионат Европы. Сейчас она готовится к первенству стран СНГ. Он пройдет в октябре. Как проходят тренировки узнавала Анетша Поваленко. Каждый день в школу настольного тенниса приходят десятки ребят. Одни пока только учатся держать правильно ракетку, другие уже оттачивают свое мастерство. Чтобы стать профессионалом, нужно двигаться как танцор, делать выпады как фехтовальщик и быть неутомимым, как нападающий в футболе. Саша из таких. Победа на кубке и второе место на чемпионате Молдавии сделали спортсменку из Дубосар лидером молдавского настольного тенниса. Сейчас у нас очень обширный план соревнований, но из-за пандемии у нас многие соревнования отменились. Например, чемпионат Европы нас перенесли на полгода. И возможно, что будут еще одни отборочные этапы. Это значит, что спортсменке придется опять доказывать свое лидерство. Сейчас Саша готовится к чемпионату стран СНГ. Который пройдет в октябре в Казани. Чтобы побеждать, нужно обязательно держать эмоции под контролем. Это даже соперника очень злит, когда, например, проигрывающий, все равно с каменным лицом. Спорт не для слабых. Тут нужен характер, говорит тренер и директор школы. Он вырастил не одно поколение успешных спортсменов. У него своя формула, как воспитывать чемпионов. Здесь очень важно психологически настроить, как до поединка, так и во время поединка. Желательно дернуть за ту струночку, чтобы произошла концентрация спортсмена. Ну и чтобы он тактически грамотно построил поединок. Каждый год школа выпускает призеров и чемпионов. Ее воспитанники выигрывают самые разные турниры. За это школа получила орден трудовой славы. Анета Шаповаленко, Александр Зеленский, ТСВ.